Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан и Узбекистан укрепляют экономическое сотрудничество. Стартовала регистрация на международную конференцию нефтегаз Туркменистана 2024. В Венгрии прошли выставка и шоу туркменских скакунов. В рамках заседания в Ташкенте стартовала национальная выставка туркменских товаров, сделана в Туркменистане. Экспозиция демонстрирует достижения и потенциал экономики Туркменистана. Свою продукцию представили 13 государственных учреждений и 60 туркменских предприятий. В Ташкенте состоялось четвертое заседание Туркменно-Узбекского делового совета. Туркменскую делегацию на мероприятии возглавил председатель торгово-промышленной палаты Туркменистана Мерген Гурдов. Узбекскую заместитель председатель торгово-промышленной палаты Узбекистана Дельшот Расулов. В ходе встречи стороны уделили внимание перспективам дальнейшего расширения двустороннего партнерства в сферах энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства, фармацевтической промышленности и туризма. Открыта регистрация на 29-ю международную конференцию и выставку «Нефти Газ Туркменистана-2024», которая пройдет в Ашхабаде 23-25 октября этого года. Организаторами мероприятия выступает государственные концерны «Туркмен Газ» и «Туркмен Нибит» и торгово-промышленная палата Туркменистана. Цель конференции – расширение возможностей для привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана. В городе Баблна на севере Венгрии состоялось уникальное событие – чемпионат Европы и конно-спортивное шоу о халтикинских скакунов. Мероприятие привлекло внимание не только любителей лошадей, но и официальных лиц. В конкурсе приняли участие 59 лошадей из 11 стран – как чистокровных, так и полукровных. Жюри из трех человек оценивало коней по шагам, галопу, прыжкам, движению и выездке. Директор информационного центра Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Гульмахри Гельдыева поделилась советами о том, как вести себя в жаркие летние дни. По словам Гельдыева, в жаркую погоду следует носить легкую свободную одежду из натуральных тканей, а также обязательно надевать головные уборы для защиты от солнца. Важно всегда иметь при себе бутылочку с водой. При этом любое питье должно быть комнатной температуры. В жаркую погоду рацион питания должен быть легким. Рекомендуется употреблять больше овощей, фруктов, отварной или тушеной рыбы, куриного мяса, а также холодных супов и окрошек. В Туркменистане стартовала вступительная кампания в средние и высшие профессиональные учебные заведения. Вступительные экзамены в вузы пройдут с конца июля до начала третьей декады августа. Первыми начнут прием творческие вузы, а также Институт международных отношений, Инженерно-технологические университеты имени Угусхана, Туркменский сельскохозяйственный институт и Государственный энергетический институт Туркменистана. В Ашхабаде начал функционировать новый автобусный маршрут номер 72, автокомбинат, автовокзал. Траектория маршрута от автокомбината по улице Гундагар, по проспекту Гурбансултан-Эдже, кольцевой дороге Арчебиль с остановками у рынков Актам и Алтынасыр до Международного автовокзала в направлении проспекта Ниязова. Администрация немецкого города Эрфурт готова выделить 2,5 млн евро на перемещение 39 диких хомяков. Причина столь щедрых трат – планы по расширению одной из городских школ. Городские власти намерены возвести дополнительный корпус для учебного заведения. Из 19 рассмотренных участков лишь один оказался подходящим для строительства. Однако выяснилось, что эта территория уже занята, ее обитателями оказались дикие хомяки, которые в Германии находятся под охраной закона. The Walt Disney Company подверглась масштабной кибератаке. В результате взлома злоумышленники получили доступ к тысячам гигабайтов конфиденциальной информации. Среди похищенных данных оказались сведения о планируемых проектах, эскизы и наброски, а также персональной информации сотрудников Disney. В столице Монголии завершился 14-й международный ралли-марафон «Шелковый путь». За 11 дней гонки около ста экипажей из 13 стран преодолели 5243 километра. В зачете серийных внедорожников Т2 гонщики из команды Федерации автомобильного спорта Туркменистана заняли призовые места. Серебряные медали завоевали братья Мерданы и Шохрат Тойлыевы, а бронзовые достались их партнерам по команде Максат Мурату Донатарову и Дидару Оразмедову. Футбольный клуб Мерф отправляется на учебно-тренировочные сборы в турецкий город Болу. Сборы пройдут с 19 по 31 июля. В рамках подготовки к новому сезону Мерф проведет ряд товарищеских матчей. Одним из соперников станет азербайджанский клуб Туран Товуз, который недавно возглавил известный туркменский специалист Курбан Бердеев. Официальный сезон для Мерфа возобновится 17 августа. В 19 туре высшей лиги Туркменистана команда отправится в гости к Небичи. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей. Субтитры подогнал «Симон»!